Доброе утро, дорогие братья и сестры, и сочувствующие. Продолжаем читать с вами 1 Коринфянам, 10 глава, читаем с 14 стиха. Итак, возлюбленные мои, убегайте и долослужение. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Серьезные вообще стихи. Неожиданный такой момент Павел. С неожиданной стороны заходит. Павел, рассматривая эту проблему, 14 стих начинается с такого слова, которое делает вывод. С которого начинается вывод. Итак, возлюбленные мои, убегайте и дала служение. То есть, проговорив про историю Израиля, про пример, который Господь нам оставил в Писании. Пример их жизни. Пример того, как у них все происходило. Он делает вывод. Убегайте и дала служение. Почему? Ну, потому что до этого они ничего хорошего не получили от своего идола служения. Когда они там сделали этого тельца и так далее. Когда они, войдя в землю обетованную, опять съезжали все время на поклонение идолам. Вот. Говорит, не надо. Ребята, не надо. Дальше он заходит вот с этой стороны. Во-первых, он бросает вызов. И я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Он говорит, ну, хорошо, ребят, вы считаете себя мудрыми, понимающими, знающими. Ну, а раз так, тогда давайте рассуждать, раз вы такие. Не хочется говорить эту фразу дурадскую, да, вот раз ты такой умный, давай посмотрим. Ну, тем не менее, Павел такой вызов бросает. Если вы называете себя мудрыми, давайте порассуждаем. И вот он какое рассуждение предлагает. Он сравнивает, вернее, он приводит в пример чашу благословения. Естественно, мы говорим о вечере, о причастии. И говорит о том, что чаша, которую люди пьют, и хлеб, который едят, это приобщение, как здесь написано, к крови Христовой и тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть, он говорит, что, ну вот да, мы посредством же еды причащаемся и приобщаемся к телу Христову, к крови Христовой, крови. То есть, с одной стороны, понятное дело, что мы не становимся физически одним телом с телом Христа, когда он приходил на землю. Это странная идея. Но духовно у нас происходит единение. То есть, мы исполняем заповедь Божью, мы делаем, как он говорил, мы используем вот эти вот образы, символы, и через них мы приобщаемся. Вот. И следующий пример. Посмотрите на Израиля по плоси, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Дальше Павел делает оговорку, 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенный значит что-нибудь? Нет. То есть, конечно же, Павел делает оговорочку. Ну, понятное дело, что если во время причастия, во время вечеря мы приобщаемся к настоящему Христу, духовно, вот, то понятное дело, что когда человек все-таки входит в языческий храм, покупает там мясо, понятное дело, что он не приобщается идолу, потому что нечему приобщаться. Нечему приобщаться. Нет никаких идолов, богов, там все, все, все эти вот, все те, кого они изображают, есть ничто. Этого нет. То есть, это плод человеческой выдумки. Однако, Павел говорит, однако, нет. Конечно же, идол это ничто. Но язычники, принося жертву, приносят бесам, а не богу. А здесь вот уже интересный момент. Павел говорит, что, ну да, понятное дело, что идол ничто, но вы поймите, говорит, что вот этим самым поклонением, вернее, ну да, вот этими действиями, принесением в жертву идолам, чего бы то ни было, человек просто-напросто открывает свое сердце бесам, открывает свое сердце вот этому демоническому влиянию. Вот. И говорит, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И здесь возникает очень момент тонкий. С одной стороны, понятное дело, что человек, входя в храм, вот этот языческий, будучи верующим человеком и понимая, что он поклоняется единому богу, для него мясо это просто мясо, никаких проблем. Вот. Тем не менее, Павел говорит, что, ну а где вы... Как вы определите эту грань? Вот она где? Вот вы поклоняетесь богу, а вот вы делаете то же самое, что делают язычники, поклоняясь бесам. Но вы говорите, что вы не поклоняетесь тем самым бесам. Где эта грань? Начали вы уже поклоняться? Склонилось ваше сердце? Что-нибудь там торкнуло? Вот. Какое-нибудь движение сердечное произошло? Вот. Может быть, вы уже как-то вот приблизились вот к этому. И Павел говорит, ну, вы знаете, говорит, ну, общую мысль можно выразить. То есть, неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Да, все понятно, что они не собирались раздражать Господа. И Павел говорит, ну, а раз не собираетесь, ну, так тогда и не делайте этого. Вот. То есть, идея не в том, что, опять-таки, идол значит что-то, или мясо там каким-то образом нас может приблизить к поклонению бесам. Вернее, вкушая мясо, кушая мясо, мы поклоняемся бесам. Нет. Но Павел говорит, берегитесь просто. Просто будьте осторожнее. То есть, потому что делая то же самое, где гарантия того, что... Делая то же самое физически, где гарантия того, что вы не делаете то же самое в сердце. Вот. Поэтому Павел говорит, что лучше от таких вещей держаться подальше. Вы знаете, тем более, что они живут в культуре той. Понятное дело, что нам с вами вообще-то это не проблема, да? Нам с вами, живущими в 21 веке, ну вообще проблемы так не стоят. Ну просто ее нет. Вот. То есть, мы берем любое мясо, любое там чего-нибудь, кушаем и не задумываемся, из какого там, из какой печки оно было вытащено. Но для тех людей это была реальная проблема, потому что весь их мир был пропитан и задал поклонством. Поэтому Павел говорит, ну а зачем вам вот в эти игры играть? Вам, ну как, ну что вам с этого? Зачем? Да, вы пользуетесь, бравируете своей свободой такой прекрасной? Непонятно, зачем? То есть, Павел дальше будет рассуждать об этом, именно о том, чтобы не ранить своего брата. Но здесь он говорит, пока мы остановимся вот на этом вот аргументе, что, ребятушки, давайте, если у вас все вообще о поклонении бесам, идолам и прочее, и вы делаете это вот таким образом, принося мясо или покупая мясо в храме, зачем вам это делать? Зачем играть с огнем? Вот, ну для нас это тоже пример. Трудно мне привести сходу такую ситуацию, в которой это было бы актуально. Ну вот один из проповедников приводит такой пример. То есть, мы, например, начали встречаться с какой-нибудь девушкой, женщиной. Ну вот, отношения зашли далеко, возникает брак. Вот, ну и, слава богу, все живут счастливо, радостно, и вдруг возникает еще какая-нибудь женщина или девушка, с которой у человека начинается общение близко. Я не говорю об интимных отношениях, просто какое-то такое близкое душевное отношение. И, как бы, вопрос. То есть, с одной стороны, вроде как он может тоже сказать, ну, как бы, у меня же есть жена, то есть, все у нас нормально, и вот я там с ней просто общаюсь, как бы, с другой стороны, будет ли рада супруга этому? Спросите супругу в этом случае, я думаю, что рада она не будет, потому что она понимает. Потому что женщины понимают, что все вот эти вот общения, такие чуть более близкие, чем просто общение, да, это уже звоночек, это сигнал, это уже ненормально. Если какая-то возникает некая там душевная там связь, эмоциональная связь и так далее, это уже странно. И поэтому, ну, вот, вот, как бы мужчина может сказать, что такого, это все нормально, то есть, я же, ну, как, извините, я уже не сплю с ней, ну, вот, но с другой стороны, как бы, в принципе-то, как происходит, то же самое. Вот, то есть, вот эта близость, пусть она и не физическая, но ментальная, ну, она есть, вот, как бы, что называется, из песни слов не выкинешь. То есть, когда именно так люди и сближаются, когда они начинают сближаться, когда они начинают идти друг к другу навстречу, я имею в виду, как в море кораблей, там, бла-бла-бла, вот эта любовь возникает, именно так она и начинается, как вот, некая эмоциональная связь душевная и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, вроде да, вроде ничего такого, а с другой стороны, очень даже и... Вроде бы и нет, я хотел сказать, вроде бы и нет, а с другой стороны, очень даже и да. И поэтому, Павел, вот, ну, я думаю, да, это нормальный пример, Павел говорит, что, ну, давайте не будем играть вот в эти игры. Зачем? Зачем туда, ну, зачем приближаться? Зачем вот играть с огнем? Пробовать, нащупывать эту границу? Вот где уже нет, а где уже маленечко да. Зачем? То есть, лучше от этого, в принципе, держаться подальше, понимая, ну, что это за путь и к чему он привозит. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, быть корректными в общении, друг с другом и не приближаться к таким вещам, которые могут быть опасными в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.